Всем привет! В этом видео о том, что делать, если после переустановки Windows, либо после того, как вы поставили новый жесткий диск в компьютер, у вас он не виден, либо не виден какой-то из разделов на одном локальном жестком диске. То есть, условно, диск D у нас не отображается в проводнике и вообще в компьютере. При этом сам диск виден в BIOS. Итак, в этом случае нажмите на клавиатуре клавиши Windows R, клавишу с эмблемой Windows и английского R. Введите команду диск.msc в окно выполнить, нажмите ОК. Запустится утилита управления дисками. Обратите внимание, если у вас пропал раздел на одном жестком диске, то обратите внимание, есть ли какие-то нераспределенные области или, возможно, область будет распределена, но при этом будет без буквы. Если область без буквы, то вы можете просто кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт, здесь появится, назначить букву диска. Возможно, если этот раздел будет в формате RAW, то есть без файловой системы, вам предварительно придется RAW фармонтировать в NTFS, желательно, если вы пользуетесь Windows. Вот. Также, если вы поставили новый диск и он не виден, то посмотрите, есть ли у вас какой-то диск, который не проинициализирован, вот как у меня вот здесь на примере. Итак, сначала рассмотрим случай, когда у вас новый жесткий диск, отдельный физический диск не проинициализированный. В этом случае кликаем по названию его правой кнопкой мыши, выбираем пункт «Инициализировать диск», выбираем тип разделов. Если вы не знаете, какой выбрать, то выбирайте MBR, он в любом случае будет работать. На современных компьютерах, которые с Wi-Fi, лучше использовать GPT, но если вы не знаете точно, то лучше MBR. Выбираем «Ок». Диск проинициализирован, теперь на нем есть нераспределенная область, то есть его все так же пока еще не видно в проводнике. Кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Создать простой тон». Нажимаем «Далее», создаем размер, по умолчанию он использует весь размер доступный. Далее назначаем букву диска, в данном случае автоматически D. Далее «Форматировать». Предлагает он форматировать в NTFS, и я считаю, что для Windows это оптимальный вариант будет. Нажимаем «Далее». Готово, ждем некоторое время. Так, ну вот это не обращаем внимания, потому что он уже форматирует его. Итак, вот у нас появился диск D. В случае, если у вас не отдельный физический диск, а просто раздел, то то же самое. Кликаем правой кнопкой по нераспределенной области «Создать простой тон», «Далее», «Далее», «Буква диска», «Далее», «Форматировать». Теперь у нас, соответственно, появился этот диск. То есть все диски на месте. В случае, если, на всякий случай предупреждаю, если у вас эти области были не нераспределены, а было написано там NTFS, но просто они отображались и были без буквы, то всего этого не делаем, а просто назначаем букву диска. То есть, чтобы не потерять данные, которые до этого были на данном разделе. Вот, в общем-то, все. Надеюсь, понятно. Если нет, то спрашиваем в комментариях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова